Жители 105-го дома по улице Фрунзе волнуют не только коммунальные проблемы. Им до всего есть дело, и до тех, кто машину паркует в неположенном месте, и до буйных соседей. Но на замечания и критику реагируют не все, поэтому активисты решили подключить местного участкового. В одной квартире до 5 человек, и к ним еще друзья приходят. Ну, так вот самим вот разбираться, там бесполезно. Конечно, участковый нужен обязательно. В советские времена каждый житель знал своего участкового, и порядка было больше. Возродить старые традиции решили в общественном совете микрорайона «Надежда». В нашем микрорайоне «Надежда» жители хотят познакомиться с теми участковыми, которые закреплены за их домами, чтобы они знали, куда и по какому адресу можно обратиться. Потому что не у всех же жителей есть дом-интернет, есть телевидение. А вот такая информация, конкретно из рук в руки, она очень помогает людям. Участковые говорят, круг проблем известен и понятен. И чтобы быстрее и эффективнее реагировать на жалобы, сотрудничают со старшими по домам. Далеко не всегда люди могут обратиться в часы приема, потому что они работают. Не всегда, допустим, есть желание идти в такую погоду. А здесь, как говорится, вот вышел на улицу, и все проблемы можно сразу осветить. Встречи с участковыми в микрорайоне «Надежда» будут проходить еженедельно. Таким образом, общественный совет и жители надеются сделать микрорайон одним из самых спокойных в городе. Здесь уверены, активная позиция способна горы свернуть. Особенно, когда есть поддержка со стороны властей. Общественные советы появились в Самаре в рамках реформы системы местного самоуправления. Следующий ее этап – выборы депутатов в районные советы. Реформа проводится, чтобы максимально приблизить власть к народу, чтобы решать на местах проблемы, важные для той или иной территории. Изменить город к лучшему смогут все, кто придет проголосовать 13 сентября. Лариса Шалафас, Дмитрий Мешканцов, События.